Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфу. Мы на пару дней присоединились к экспедиции поисковиков, аквалангистов. Находимся вот на такой вот речке. Это у нас Калужская область, где-то недалеко от Орловской области. В общем, дремучие места. Вот, здесь лагерь, здесь есть аквалангисты, речка. На этом самом месте наша армия уходила из окружения, были адские бои. И попробовать что-нибудь найти. Вернее, уже нашли, ребята, в реке кое-что. Так мы пока не знаем, что. Будем все вытаскивать. Остановайтесь с нами. Так, друзья, в воде была обнаружена какая-то техника. Остатки. Сейчас ребята будут пробовать ее поднимать. Может, Анг, может, Катюша. Кто его знает. Зашли до места, где как раз на дне обнаружен... Я так понимаю, приборами, да, искали? Каким-то эхолокатором прошлись, увидели какие-то остатки чего-то большого железного. Вроде как что-то может быть. А что, непонятно. Соответственно, сейчас будут опускаться. Глубина 2,5 метра. Холд собачий, кстати. Вот. И пытаться поднимать, надувать. Ну, типа парашюта такой штуки надувать. Вот. И уже пытаться поднять. Подошли поисковики к берегу. У них мешок. С какими-то находками. Еще, может, покажут. Вот. Аквалангисты вот ныряют. Пытаются слокализовать место. И сейчас будут привязывать к нему парашют. Вот. Смотри, друзья, что-то нашли. Сейчас будем доставать и посмотрим, что там. Что-то большое. Снаряд огромный. Отчуметь, народ. Это прям страшновато сушить. Отчуметь вообще. Здесь переправы, там переправы, еще по краям переходили. То есть, понятно, что люди прорывались по-разному. Вот. И эту массу немцы накрывали страшной силой. То есть, авиацией и артиллерией. И на том берегу, на том берегу как раз. Очень много находятся сейчас остатки госпитального оборудования. Носилки и все остальное. То есть, связи с видением о том, что выносили раненых, клали их. И они все, как бы, накрывали. Потому что, ну, одеваться некуда. И накрывали просто. Немцев МГ-34, он так же был. То есть, у нее там перчатку одевал, снимал. И у нее был тубус. Немцы носили тубус. Два было или один? Не мне. Это вот у бабы. Бородил. Так, ну что, давай. Ты снял? Давайте. Кстати, здесь стекла такого кровавого красного цвета. А вот парашют. Что-то не получилось, видимо. Минут 20 он его там завязывал. Оторвалась? Видимо, отрывалась. Кто? Железка оторвалась или парашют от него оторвался? Я не понял. Я не понял, чтобы он оторвался. Я не понял. Ну, сейчас, наверное, вот веревку. И, наверное, сейчас будут тянуть. Ну, и, собственно, и я буду тянуть. Так, вот, смотрите, парашют всплыл. А сейчас что, тянуть надо будет? Куда? А, на место. Лодкой? Ну, попробуем лодкой. Пойдем лодкой, так, лучше пойдем. Что-то тянется, не знаю, что. А, как в ланге стянется. Да, не надо, не надо. Сейчас, смотри, здесь. Отдевай, как-то будет. Так, друзья. Ребята, вот, небольшая пятиминутка обсуждают, куда тянуть, как тянуть. Тринял решение тянуть лодкой, чтобы там не было. И там есть вот место, где лагерь, вытянут эту штуку туда. А вот что это? Может, пушка? Ну, ребята говорили, может быть, остатки Катюши какой-нибудь. Ну, в общем, железяка большая, надо смотреть. Придумали так. Сейчас они ее вытащат на середину лодкой. И потом посередине, где максимальная глубина, попрут уже на точку. Идет он? Ну, суть по тому, что будет движется, железка тянется. Брось ее, брось! Брось, отпусти ее! Поперли? Вроде бы. Ну, тут много. Тут метров 300 его тащить. Поэтому, не знаю, получится. Ну, явно там не танк, да, если ребята руками и лодками брут. Я не танк, но что-то большое. Сейчас посмотрим. Так, друзья, подтянули к месту лагеря. Здесь вот оборудование удаложное. И потихоньку вытаскиваем. Прям даже интересно. Но, вероятнее всего, это не очень большая вещь. Вроде как, кто-то сказал, что это двигатель. Может, от машины. Может, от самолета. Сейчас узнаем. Друзья, я первый раз участвую в подъеме каких-нибудь достаточно крупных вещей. Это вот... Я обычно схожу с магнитом. Но здесь мне ребята сразу сказали, никакого магнита. Потому что там на дне просто мрак. Взлетим только так. Поэтому вот только такими методами. Народа много в экспедиции. Все такие в нервном ожидании. Что там? Уже много времени, на самом деле. Уже больше часа мы пытаемся вытянуть эту штуку. Вот. Все потихоньку. Водолазы спокойно спускаются. Цепляют фал, поднимаются. То есть, профессиональная работа. Сейчас посмотрим. Квадриком подтянуть. Не буханкой. Костер чем я? Я возле костры стою, греюсь. Ну что, друзья, готовы? Ну, говорят, двигатель. Вот. Сейчас надо понять этот самолет. Мы здесь на два дня, кстати говоря. Поэтому, если движок от самолета, возможно, завтра будем уже вытаскивать самолет. Ну, или вроде как, там где-то с той стороны нашли остатки машины. Может быть, это разбомбленная машина, движок улетел в воду. Кто знает. Так же, зацепились. А, отходим. Давай кред. Видно, да, что идет? Волнительная история на самом деле. Телевизионщики. Вот это вот наши, ребята, снимают. А это не наши. Так, хватит вас отвлекать. Смотрите там. Почему опять хороший? Все-таки решили буханку дергать. Потому что троса не хватает на самом деле. А буханку сейчас прям сюда подгонят и дернут. Приехали джиперы. И сказали, не надо ничего отгонять, мы пролезем. Раз, два, три. Три джипа приперла, сказали, ща, мы быстро. Через кусты. Лихие парни и девушки. Смотрите, пруд еще пруд. Вообще, светопредставление. Осколка их. Раз, два, три, четыре, пять. Пять машин. Тот-то зачем сюда лезет, непонятно. Тот-то на белом. Неужели подойти нельзя? Вот на Тойоте. Просто публиковать. Просто лезть в какой-то пугу. Так. Так, ну что? А. Что он делает? Что он делает? Опа. Опа. Вот это скорость, я вам хочу сказать. Вот это круто. Главное, успел. Движок. Вот дядька вообще за рулем. Плевать он хотел на все вообще. А так разве можно? Смотрите, куда он заехал, чтобы вы понимали. Вот эти монстры, блин. Смотрите. Он дерево снес. Пенек какой-то. Класс. Так, сейчас они дотянут. Движок и мы узнаем, от чего это. Ну, экшена уже прям очень много чего это, друзья. Подписывайтесь обязательно. Дево еще такое увидите. Так, сейчас снимают парашют, которым его отрывали с грунта. И будут вытаскивать дальше. Вот такой, друзья, монстр. Вот. А вот еще один монстр подъехал дергать его. Вот этот тут свет представления. Ну, быстро он его, да, выдернул? Дядька такой лихой. Сейчас выдернет движок. Вот это мощь. Я вам хочу сказать. Масло сливается, да? В неплохом состоянии. Слушай, Виталь, вот этот тракторный. Нет, ну, старинный какой-то движок. Это от Сталина. Это от Сталина. Это от Сталина. Говорят, трактор. Кто разбирается, говорит, что это. Потому что есть предположение, что это... Надо Шильда на нем посмотреть. трактор сталинец поставить хотя может там давай познаете масло видите сливается шильдик есть да стартер на месте да друзья прикольное состояние вообще из него масло только вытекло вообще стартер на месте резиновые детали есть а тут есть шильдик сейчас будем решить смотреть так друзья есть табличка написано 41 здесь еще находили ящики с боезапасом от пушек 150 и вроде как ребята говорят что их таскал сталинец ну тягач военный поэтому это может быть от него а может быть и нет еще один признак того что вещь военная что тут-то нету как бы ничего а вот но вот на суток да скорее всего серебра может ведерочку взять и отмыть эту грязь на карту солярочка не логичка не логичка не логичка струй нужен а не смотрит друзья как легко свечка выкручивается свежак на лицо его посмотрю на киево ровно бензин на получили зелье зиновой можно попробовать завести слушайте но это прям вообще чутка будет не 80 лет пролежал двигатель в воде и откручивается зараженную вернул до 86 год это срандец какой-то кольца отходили отходит кольца по что пар лет назад туда бросить 41 год пятый месяц 41 год май 41 ну и надо зачищать смотреть на них тоже какая-то маркировка давно поедину естественно да конечно она не внутри вкручена не два этих 2 это похоже на туда надо попробовать почистить посмотреть блокировку это у нас уже следующий день так от чего здесь катюш то есть от катюш вот так вот друзей никакой не трактор это здесь а вот здесь дала дадим скрыть его посмотреть состояние ну состояние с той стороны мы распредвал там клапана хотим попробовать с этой стороны чего получит как говорится скрытие покажет я думал кстати они были но дизельные катюши нет это не дизельные но это бензин сто процентов цилиндры вот чугунные чугунные 6 цилиндров чугунные но они видишь саши по три стоят я предлагаю снимать голову давайте делать нам нечего в очень правда снимаем ребята сняли крышку можно посмотреть в каком состоянии цилиндры в принципе мне кажется можно даже восстановить завести и вот головка вот такой друзья сегодня у меня видео получилось надеюсь вам понравилось не часто не часто я становлюсь свидетелем того как двигатель 41 года дергают из реки надеюсь вы тоже подписывайтесь ставьте лайки наша экспедиция продолжается сегодня еще много чего интересного я уверен случится и завтра тоже поэтому много классов и нас будет беглух макфай пока-пока